Каким образом можно зарабатывать на Bittrex 24? Теперь это касается наших тарифов и облачного Bittrex 24. Я для этого на сцену приглашаю Наталью Грикину. Всех вас волнует вопрос, как же продавать клиенту более дорогие тарифы. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сейчас вообще в принципе продает облачные редакции в этом зале. Отлично, практически все. Кто продает верхние тарифы, это команда, компания? А кто считает, что он достаточно зарабатывает на проекте плюс? Ожидаемо. Хорошо. Мы очень долго думали, как же нам все-таки сделать так, чтобы и вам было выгодно зарабатывать, и клиенту, то есть чтобы на верхние тарифы переходил тот клиент, который готов платить. Мы, ну да, все понятно, здесь задавайте вопросы в приложении, как всегда. Наверняка вы все уже увидели вот этот наш всплывающий экран при создании нового Bittrex 24. Он создан для того, чтобы клиент мог выбрать тот инструмент, с которым он собирается работать с Bittrex 24 в первую очередь. Конечно, это для того, чтобы показать ему именно тот функционал, который он искал. Он искал в гугле CRM. Он создал Bittrex 24, выбирает здесь CRM и переходит сразу же в CRM. Но кроме этого мы еще смотрим по тем переходам, собственно, по какому инструменту это больше приходит в Bittrex 24, какие работают. И сегодня уже несколько наших спикеров говорили, что мы делим клиентов на 4 сегмента. Это те люди, которые приходят в Bittrex 24 прежде всего за коммуникациями. Да, они потом выбирают задачи, они потом выбирают совместную работу и другие инструменты. Но прежде всего им важны в их компании именно коммуникации. Следующая группа клиентов приходит за задачами, за проектной работой. Конечно, очень большой процент приходит за CRM. И некоторые клиенты приходят за открытыми линиями, за этим нашим новым, можно сказать, уже продуктом для коммуникации с их клиентами. Для каждой из этих категорий клиентов, для каждого сегмента подходит, каждый тариф в принципе подходит, но зависит от размера организации, от того, насколько глубоко она собирается пользоваться инструментом. По тарифам у нас никаких изменений не будет. Как было 4, 1 бесплатный, 3 платных, здесь все точно так же и остается. Разграничение по бизнес-пользователям точно такое же, 12, 24 и в верхних тарифах не ограничено. По месту также, 5, 24, 100 и в верхнем тарифе, он вообще в принципе, верхний тариф у нас весь неограниченный. Сразу же хочу сказать, что когда мы введем вот эту новую линейку тарифов, новую схему, у текущих клиентов все останется. То есть мы ничего не будем забирать у тех пользователей, которые сейчас работают с Bittrex 24. Это будет касаться только новых созданных порталов. Итак, а что, собственно, поменяется? Что мы такого придумали интересного, который поможет нам всем продавать? На чем поднимать клиента? Здесь сейчас перечислено то, что уже работает. Это пользователи, это место, это объемы по числу записей, по числу звонков и так далее. Это расширенные инструменты. Всераем задачи телефонии, диск. В будущем планируем другие инструменты тоже перевести в расширенные. Что появляется? Мы хотим ограничивать бесплатный тариф, ограничивать тарифы проект плюс и команда по разным категориям. То есть в каждом инструменте, в котором есть некоторые моменты или фичи для совместной работы, все инструменты, которые касаются автоматизации, будь то задачи, CRM или другая какая-то автоматизация, администрирование BITREX 24, вот это у нас новый момент появляется, контроль исполнительной дисциплины, планирование ресурсов, планирование времени, учет рабочего времени. Ну и, конечно, поддержка в чате. Вы все знаете, что поддержка в чате сейчас у нас уже идет с первого платного тарифа. Я сейчас представлю вам новую лестницу тарифов по каждому сегменту. Это пока проект. Если у вас есть какие-то пожелания, какие-то свои замечания, например, вы работаете с клиентом, вы видите, что этот клиент в принципе готов переходить на тариф выше, и он активно использует какой-то инструмент, и он готов за него заплатить. Вы это явно видите по нескольким клиентам. Пожалуйста, делитесь с нами идеями, говорите, будем обсуждать, будем думать. Итак, первый сегмент — это коммуникации. Уже сегодня тоже несколько, мы все время об этом говорим. Кто это такие? Кто эти компании, которые выбирают коммуникации? Это от 50 сотрудников. Я напомню, что у нас сейчас для общения в живой ленте и для чатов неограниченное количество пользователей может быть, и только бизнес-инструменты ограничены. Для них очень важно объединить все коммуникации в один единый инструмент, потому что, скорее всего, все сотрудники пользуются, то есть как-то же они общаются, но все разными мессенджерами в разных группах сидят. Для руководства важно это объединение. Это совместная работа с файлами, с документами, и в этих компаниях, то есть в тех компаниях, которые уже готовы к платным тарифам, появляется необходимость разграничить права доступа между сотрудниками. То есть, например, дать нескольким пользователям права администрировать, битрикс24, дать право администратора, настраивать свои права доступа, например, на права доступа к диску, права доступа к файлам и так далее. То есть уже появляется эта необходимость в компании. Очень серьезное внимание уделяют безопасности, то есть все, что касается общения внутри компании, должно оставаться внутри компании, и появляется необходимость контролировать подчиненных. Что предлагаем ограничить и где-то, наоборот, расширить? Мы хотим, чтобы в бесплатном тарифе можно было добавлять только одного администратора, то есть тот пользователь, который создал битрикс24, он будет единственным администратором. В проекте плюс уже можно передавать это право, то есть расширять на двух и не ограничить это в верхних тарифах. По поводу экстронета. Мы хотим, чтобы как можно больше компаний прочувствовали это, потому что сейчас кажется этот функционал немножечко недооцененным. Поэтому мы предлагаем в бесплатном дать возможность работать с одной группой в экстронете, в проекте плюс с пятью, и не ограничить это, как сейчас, в верхних тарифах. По настройке прав доступа. Планируем, что по умолчанию будет какой-то блок прав распределенный, что если это касается CRM, то менеджеры видят свои сделки и так далее. А если компании важно настроить это что-то для себя, как-то изменить первоначальные настройки, это будет с первого платного тарифа. Общие папки на диске тоже хотим ограничить в бесплатном тарифе и дать возможность расшаривать папку на платных тарифах. То, что у меня здесь просто белым цветом, это уже все сейчас работает. Я не буду на этом останавливаться. И еще, вот это очень важный такой новый инструмент, который мы хотим добавить. И я хочу с вами посоветоваться, стоит ли это делать. Часто приходят клиенты, вот я провожу вебинары, мы с Олегом проводим, и практически на каждом вебинаре кто-нибудь спрашивает, как добавить второго директора. У вас спрашивают такой клиенты? У кого спрашивают? Поднимите руку, у кого спрашивают. Есть такие. И мы видим, что в принципе функционал востребованный. И почему бы не дать такую возможность клиентам, но только в верхнем тарифе. В самом верхнем. На всех по одному директору в структуре и в верхнем тарифе компании дать возможность добавлять неограниченное, то есть сколько хотите, два и больше, чтобы добавляли. Ну, учет времени, рабочий отчет, и это уже сейчас есть. Категория клиентов, которые выбирают задачи и проектную работу. Это уже компания, либо отдел, либо группа людей от 15 человек и выше. Для них очень важно контролировать исполнение поручений, контролировать сроки. Важна удобная проектная работа в команде. Они ведут по часовую оплату задач. Им важно учитывать, не просто учитывать время, но еще и билить эти задачи. Они хотят планировать занятость сотрудников, удобно планировать в удобном инструменте. Они приглашают для работы в группы каких-то внешних подрядчиков. И часто у них возникают специфические задачи, когда необходимо добавлять свои поля. И, конечно же, им очень важно автоматизировать всю работу с задачами. Что мы предлагаем? Как мы предлагаем здесь делать более привлекательными верхние тарифы? Это ограничить в бесплатных все, что касается оценки. Когда руководитель принимает работу, либо оценивает работу. Сделать это все с проекта плюс. У нас появится в следующем релизе Bitrix24 очень много изменений по проектной работе. И все эти изменения мы хотим внести в проект, начиная с проекта плюс. И у нас сейчас есть сводка руковожу, которая тоже, в принципе, важна для компаний, которые уже расширенно работают с этим инструментом. Мы хотим ее закрыть и для бесплатных, и для проекта плюс. Пользовательские права про экстранет я уже говорила. По открытым линиям. Это, как говорят, два с половиной человека в среднем в компании. Ведут очень активные коммуникации с клиентами в соцсетях, в мессенджерах и так далее. То есть им важна и поддержка клиентов, сервисное обслуживание клиентов. Им важно оценить, получить фидбэк от клиента и оценить его. По числу открытых линий и онлайн-чату на сайт сейчас уже эти ограничения есть. Мы хотим ограничить очередь. Сейчас в телефоне и в открытых линиях можно добавлять в очередь неограниченное число сотрудников. Тех, конечно, которые пользуются бизнес-инструментом. То есть это 12, 24 и по неограниченному. А мы хотим сделать так, чтобы в бесплатном можно было добавлять в очередь только 3 человека. Здесь у меня просто минус стоит, но вообще это 3 человека. Это кажется достаточным для небольшой компании, которая использует бесплатную версию, но кажется, что это будет серьезным поводом задуматься о переходе на платный тариф, и компании будут готовы за это платить. Появится у нас достаточно скоро одновременное сообщение всем пользователям, как идет сейчас звонок в телефонии сразу на нескольких менеджеров. То же самое будет в открытых линиях, когда одно сообщение от клиента будут видеть сразу несколько менеджеров, кто первый успел, тот и молодец. То же самое вести его только с проекта. Вести оценку диалога клиентам тоже только с проекта плюс. И имейл-коннектор и CRM-трекер тоже ввести ограничения. Остается у нас самая интересная категория клиентов, и у меня очень мало времени. Кто выбирает CRM? Ну, мы на этом подробно останавливаться не буду. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, какая это компания или отдел продаж. Где хотим ограничивать? В направлении в лидах. Скоро появится направление в лидах, и хотим сделать то же самое по аналогии с направлениями в сделках, чтобы путаницы не возникало. В принципе, логично. В проекте и проекте плюс не давать направление. Два в команде и в компании не ограничено. Роботы и триггеры уже есть. И здесь тоже такой инструмент, по поводу которого с вами хочется посоветоваться. Сейчас в любом тарифе BITREX24 вы можете арендовать неограниченное число номеров. И клиенты могут арендовать. Но кажется, что это будет очень серьезный повод перейти на тариф выше. И хотим ввести ограничения по числу арендуемых номеров. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, вы считаете, что сработает? Считаете, что не сработает? Поймайте меня, пожалуйста, здесь я до конца вечера можем обсудить. Очень интересно послушать, вы считаете, что это поможет больше продавать или наоборот. Автофиксация звонка в СРМ у нас сейчас есть. Это запись звонка. Ограничение 100 в месяц. Хотим еще и проект плюс здесь же ограничить. По настройке прав доступа, я уже говорила, хотим сделать такое ограничение по импорту. Хорошо, я быстро. Сейчас, когда компания только начинает работать с BITREX24 и СРМ, конечно же, они все откуда-то импортируют свои данные. Но после того, как уже СРМ используется, у нас появляются клиенты, которые периодически заходят, что-то загрузили и ушли. Опять зашли, загрузили, сделали рассылку и ушли. Вот мы хотим поставить срок ограничения по импорту данных в СРМ 3 месяца. То есть 3 месяца можно без ограничений импортировать, потом начинаются лимиты. Еще хотим зажать по отправке писем. Когда появятся регулярные счета, они появятся только начиная с верхнего тарифа. Появится в СРМ обзвон и IVR. Тоже они не будут доступны в бесплатной версии. И еще хотим такие тоже по шаблонам писем. Это таблички у вас все будут доступны. То есть я понимаю, что сейчас это такой огромный объем информации, что очень сложно. Мы все выложим и еще с вами это обсудим. Но, наверное, самый главный-то вопрос, а как это вам поможет? Как это все эти ограничения, которые действуют в продукте, которые автоматически, как это вам поможет продавать больше BITREX24? Прежде всего, все эти ограничения направлены на то, чтобы сделать два верхних тарифа, команду и компанию, более привлекательными для клиента. И у вас будет больше аргументов при диалоге с клиентом, чтобы они выбирали именно эти верхние тарифы. Мы советуем вам внедрять, показывать, учить пользователей, учить пользователей BITREX24 именно тем инструментам, которые в дальнейшем помогут вас вывести их на верхние тарифы. Если вы работаете с категорией клиента, которым нужна CRM, посмотрите, какие именно инструменты в будущем их выведут на верхние тарифы. И при демонстрации, при показе клиентом BITREX24 делайте акценты именно на этих инструментах. Что же, большое спасибо. Вопрос есть про презентацию, ее можно будет скачать на нашем сайте, можно будет все детально посмотреть, Наташа говорила. Очень рекомендую подойти к Наталье сегодня. Можете потом, кстати, тоже и писать. Я думаю, контакты мои везде есть, если сегодня не успеем. Потому что действительно важно мнение, вы общаетесь с клиентами лично, вы лучше знаете их. Мы готовы прислушаться, готовы это обсудить. Спасибо большое, Наташа.